Стратегический регион, где пересекаются интересы мировых держав, Южный Кавказ вновь оказался в центре отношений между Востоком и Западом. Внимание политиков и экспертов на этой неделе было приковано к Баку, ведущему сеансы одновременной дипломатической игры сразу на нескольких шахматных досках и не проигравшему ни одной сложной партии. Здравствуйте, я Сергей Строконь, политический обозреватель с комментарием на портале Москва-Баку. Подтверждением этого стали визиты советника президента Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в Баку и поездка начальника Генштаба вооруженных сил Азербайджана Наджмеддина Садыкова в Израиль. Главные выводы состоявшихся встреч и переговоров можно сформулировать так. На фоне предпринимаемых США и их союзниками активных попыток экономического и военного сдерживания России и Ирана наблюдается не менее активное стремление Запада установить более тесные контакты с Азербайджаном и встроить его в создаваемую новую архитектуру международной безопасности. Эта задача становится все более актуальной после недавнего нашумевшего решения США о предстоящем выходе из российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности РСМД, поддерживающего баланс сил в мире, на протяжении последних десятилетий. События этой недели также показали соперничающие в вопросах ядерной безопасности мировые державы намерены активизировать усилия по карабахскому урегулированию. Остановимся на этом более подробно. Наблюдатели, обсуждавшие перипетии визита Джона Болтона в Москву, который предшествовал его поездке в Баку, почти не обратили внимания на бегущую строку официальных сообщений, в которой перечислялись основные темы переговоров представителя американской администрации в российской столице. Между тем, кроме вопросов стратегической стабильности, соглашений по сокращению ядерных вооружений Сирии, Ирана и Северной Кореи, в ней была названа и ситуация на Кавказе. Таким образом, несмотря на их крайне сложные отношения, Россия и США считают необходимым продолжать диалог по этому региону, осознавая, что азербайджано-армянский конфликт остается долгосрочным фактором дестабилизации. Многочисленные вежливые жесты Джона Болтона в Москве не могли скрыть главного. Подходы России и США к вопросам поддержания международной безопасности остаются противоположными. Взаимное отчуждение растет. «Да, я не привез вам с собой оливковую ветвь мира». Открытым текстом сказал Владимиру Путину Джон Болтон, отвечая на шутку российского президента, что у хищной птицы на американском гербе, который держит в своих лапах стрелы и оливки, видны одни стрелы, и уж не осталось олива. Ну, в отличие от его визита в Москву, в Баку, Джону Болтону, вовсе не нужно было отшучиваться по поводу непривезенной оливковой ветви мира. Потому что атмосфера на приговорах в азербайджанской столице была совершенно иной. Имеющий международную репутацию ястреба по отношению к России, Ирану, Северной Кореи, Джон Болтон попытался заверить Ильхама Алиева, что применительно к Нагорно-Карабахскому конфликту он как раз хочет выступить в нетипичной для себя роли, в роли авторитетного посредника, миротворца, с той самой оливковой ветвью мира, которой от него не дождались в Москве. Урегулирование Карабахского конфликта имеет очень важное стратегическое значение для нас. Мы понимаем, что разрешение Карабахского конфликта важно не только для Азербайджана и Армении, но и может повлиять на ситуацию в мире, сообщил Джон Болтон в Баку. И добавил, я цитирую, «Я благодарен президенту Алиеву за то, что он поделился со мной своим взглядом на перспективы урегулирования конфликта». В свою очередь Ильхам Алиев выразил мнение о том, что США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, играют важную роль в поиске путей решения Нагорно-Карабахского конфликта. Глава государства подчеркнул, что территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. И Баку рассчитывает на то, что деятельность стран-сопредседателя Минской группы даст практические результаты. Хотя принципиальная позиция администрации США по Нагорно-Карабахскому урегулированию не меняется, важно, что администрация США сегодня возвращает ушедший было на второй план Карабахского урегулирования в список своих приоритетов. Подтверждением этого стало обсуждение темы Кавказа вначале в Москве, затем в Баку и, наконец, визит Джона Боттона в Ереван, куда он отправился из азербайджанской столицы. Примечательно, что еще одной горячей темой в Баку стал Иран. Не привыкший ходить вокруг да около, советник президента Трампа с собойственной ему прямотой дал понять, что США ищут поддержки Азербайджана в своей политике расширенного сдерживания Тегерана. Называя вещи своими именами, сегодня США пытаются сделать ставку на Баку в политике сдерживания Ирана по всему периметру его границ. В хожем ключе видят роль Азербайджана и в Израиле, куда на этой неделе отправился с визитом начальник Генштаба вооруженных сил Азербайджана. Такой подход вовсе не удивителен. Дело не только в том, что Израиль ключевой союзник США на Ближнем Востоке. Исламский режим в Тегеране остается заклятым, можно сказать, экзистенциальным врагом еврейского государства. Нетрудно догадаться, что применительно к Ирану в Иерусалиме хотели бы получить от Азербайджана того же, о чем на этой неделе просил президента Алиева Джон Болтон. Учительный, внушительный потенциал Азербайджана-израильского партнерства, включая военно-техническое сотрудничество, казалось бы, Израиль мог бы рассчитывать на готовность Азербайджана в той или иной степени встроиться в формируемую в мире и регионе широкую антииранскую коалицию. Однако, несмотря на интенсивные, содержательные и лишенные каких-либо серьезных проблем отношения Азербайджана с Западом, не вызывает никакого сомнения, дружить США против России и Ирана Баку никогда не будет. Не будет. По той простой причине, что такая дружба противоречила бы его национальным интересам и автоматически поставила бы крест на доказавший свою эффективность многовекторной политики Азербайджана, играющего одновременно на нескольких досках и не проигрывающего своей партии. В Баку неотъемлемая часть треугольника Россия-Иран-Азербайджан. Удар в спину своим партнерам, с которыми его связывает слишком многое, Азербайджан никогда не нанесет. Можно сказать, что выбирать между Западом и Востоком, как и между Ираном и Израилем для Азербайджана, все равно, что решать, какую руку себе оставить, правую или левую, а какую отрубить. Остающийся над схваткой в мировой геополитике, Баку не лезет на ее баррикады, но при этом вполне может сыграть роль моста между Востоком и Западом, посредника между ними или площадки для диалога. Надо думать, что в раздираемом конфликтами в современном мире эта роль Баку будет становиться все более востребованной. Это был Сергей Строгань, политический обозреватель, с комментарием на портале Москва-Баку. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok